За спиной у этих биатлонистов не винтовки, а лук и стрелы. Ачери-биатлон – дисциплина для Мордовии новая, но тем не менее главный старт сезона в этом году проходит в Саранске. Возможно, в будущем здесь появится своя команда в этой разновидности биатлона. Ну а пока на чемпионате России соревнуются спортсмены из регионов, где Ачери-биатлон – один из ведущих видов спорта. Это Московская, Ярославская, Челябинская, Самарская и Калужская области. За последнюю выступают двое уроженцев Мордовии – Никита Поздяйкин и Даниил Тимонин. Также за медали борются спортсмены из Бурятии, Башкортостана и Ямала-Ненецкого автономного округа. С площадкой лучники смогли познакомиться еще в конце прошлого года. В декабре здесь проходили тренировочные сборы. И у трассы, и у стрельбища есть свои особенности, в отличие от классического биатлона. Дистанция 18 метров, в биатлоне 50, как вы знаете. Штрафной круг у нас такой же, 150 метров, как и в биатлоне. Специфика отличается от биатлона лежа, стрельба с положения лежа у нас с колена. Вот в этом различия есть. А так, в принципе, у нас все одинаковое остальное. Борьба идет не просто за медали. Лучшие из лучших попадут в сборную России по Ачри-биатлону. В национальной команде четыре вакантных места для мужчин и столько же для женщин. В первый день соревнований у мужчин была гонка на 12,5 километра. Первый результат принадлежит Александру Потапову из Башкортостана. Вторым стал Владислав Кирютин из Калуги. Ну а замкнул тройку подмосковный спортсмен Андрей Егоров. Женщины прошли 10 километров. Победу на дистанции праздновала Анастасия Сафонова из Башкортостана. Второе время у ее землячки Алиса Минигулова и замкнула тройку Валентина Ленькова из Калуги. 5 марта чемпионат продолжили спринты. Гонка с двумя огневыми, штрафные круги. Если вчера была индивидуальная гонка и была минута штрафа, как и в биатлоне, сегодня у нас штрафные круги. И, соответственно, эта гонка более быстрая. Здесь решает скорость на лыжах, физическая подготовка. Ну и стрельба, конечно, тоже. Если много штрафов спортсмен делает, то не догнать. То есть на лыжах очень короткая дистанция, на лыжах не справиться. Дистанция для мужчин 7,5 километров. Фавориты все те же. Правда, Владислав Кирютин и Андрей Егоров повторить успех предыдущего дня не смогли. И расположились на пятой и шестой строчке с оставанием в 51 секунду и полторы минуты соответственно. В шаге от пьедестала остался башкортостанский стрелок Владислав Анваров. До лидерства ему не хватило чуть более 38 секунд. Сегодня хорошее. Солнца не было, ветра тоже. Сегодня прям идеальная трасса и рубеж. Третий результат, отстав от лидера на 34,8 секунды, показал еще один башкортостанский спортсмен Дмитрий Грачев. А лидер предыдущего дня Александр Потапов стал вторым. Не особо доволен. Стрельба подбила, как всегда. Но ходом отыграл, скорость держал. И на первом, и на втором, и на третьем кругу. За падение не было. Ну а победу праздновал Роман Летягин. В индивидуальной гонке он был пятым. Золото, полученное в спринте, долгожданное. Результатом доволен. Вчера маленько не получилось в стрельбе, поэтому был пятый. Сегодня взял свое золото, наконец-то. Три года не было золота. Поэтому я очень доволен. Спасибо Саранску за такой стадион, за такие трассы хорошие. Вообще классно, все очень нравится. Женщины тем временем преодолели 6 километров. 7 марта спортсменов ждет Ачри Пассьют. Для мужчин дистанция 10 километров, для женщин 8. В пятницу 8 марта биатлонистов ждут эстафеты 3 по 6 километров. Ну а в субботу, в заключительный день соревнований, пройдут масс-старты. Мужчины преодолеют 10 километров, женщины 7 с половиной. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости.